Любовь это быть теплым, любовь несмотря ни на что быть добрым, доброта и не проявление злости есть то, что гранит в нас настоящий алмаз божественной красоты. Как по-другому, смотрите, любые, человеческая душа рождается в породе, которая является наше физическое тело. Мы живем, у нас появляются какие-то терки с этим миром, неприятности денежные, неприятности с близкими, неприятности еще какие-либо. Мы начинаем переживать, кричать, ругаться, это камень, который граница, он начинает нагреваться и он может лопнуть, то есть по-другому вы можете заболеть. А если к этому относиться, как будто вы не нагнетаете себя, как бы перескакиваете, то каждое событие, принимаете каждое событие, то каждое событие, которое вы принимаете, не надо ни благодарности, ни анализа, ничего этого не нужно. Если просто каждое событие просто проходит, а вы остаетесь при этом добрым человеком и проявляете свою доброту, то ваша душа плавно становится все красивее и красивее, и потом вы начинаете сиять. В свое время Серафим Саровский сказал, что негаю, да, после длительной молитвы, неге, после поста и длительной молитвы, в неге божественной милости, извлечаю негой людей. А чем он лечил? Добротой внутренней он лечил. Чем лечил Иисус Христос? Добротой внутренней лечил. Чем лечили люди? Почитайте Будда, чем лечил людей. Он даже говорил, добродетель, доброта. На самом деле в палийском языке слово добродетель пишется по-другому, поэтому из палийского языка в свое время перевели неправильно на русский язык основную лотосовую сутру. Как Авалакетишвары, так и Буддыгаутам. Перевели как добродетель. Будь добродетельным. А на самом деле это не добродетельным. Он сказал буквально будь добрым. Он сказал буквально будь добрым. Об этом он говорил. Он поэтому везде всегда говорил будь добрым, будь добрым, будь добрым. Почему? Почему ребенок рождается и улыбается? Ему же это не нужно делать, но он-то улыбается. Почему? Он проявляет свою доброту. Так и люди. Но проявить злость мы умудряемся это. Хамить, кричать, вытаращиваться, ненавидеть, злиться. А доброту? А доброта не заключается в том, чтобы всем без зуба улыбаться. Она заключается в том, чтобы промолчать, не ударить, не нахамить, не стать в позу, не обижаться три недели, не вредничать, не мстить, отпустить, пойти сделать шаг назад, потерпеть. Вот это добродетель. Это и есть те грани, которыми Бог шлифует ваши стороны. Вот они. Продолжение следует...